Курица не птица, Владивосток не столица. Об этом снова заговорили в законодательном собрании Приморья. Часть депутатов подняли вопрос о наделении города столичным статусом, да еще и с финансированием в 300 миллионов рублей. Бюджет в первую очередь должен быть социально ориентирован. Это значит, что максимальное количество средств должно быть направлено на увеличение заработных плат работникам бюджетной сферы, модернизацию образования и здравоохранения. Деньги нужны и районам края. Сегодня необходимо развивать небольшие поселки и деревни. Именно поэтому разговоры о том, что Владивостоку нужно 300 миллионов рублей для столичного статуса, необходимо ввести в другом русле. Депутат законодательного собрания Геннадий Лазарев говорит, что городу можно было бы давать и больше, но не в ущерб сельским территориям. Особенно сейчас, после того, как во Владивостоке прошел саммит ОТЭС. Мы все помним, что в период подготовки к саммиту стратегия была такая. Сейчас вкладываемся, образно говоря, в инфраструктуру города Владивостока, заканчивается саммит и, что называется, долги раздаются. Но вот вложиться-то вложились, а вот насчет инвестиций в территории пока многоточие. Тот факт, что Владивосток и без зарегистрированного статуса является административным центром, вопросов ни у кого не вызывает. А вот реальная польза от принятия законопроекта весьма сомнительна. До сих пор еще никто не сумел внятно доказать, что город получит осязаемый экономический эффект. Краевая глубинка, глубинка Приморского края живет не так хорошо, чтобы можно было взять и выложить 300 миллионов и перенаправить их только в город Владивосток, который в целом относительно, скажем, приморских районов живет, в общем-то, достаточно благополучно. О том, что пока этот вопрос поднимать не стоит, не так давно говорил и председатель законодательного собрания Приморья Виктор Горчаков. Но часть парламентариев снова и снова заботятся только об одной территории края. Станислав Уценко, Панорама.